Самый долгожданный праздник детей и взрослых наступит через две недели. Главный атрибут Нового года – это, конечно, живая ель. Именно с ней чувствуется новогоднее настроение и дух Рождества. В Бердске на днях начали работать елочные базары. Мои коллеги отправились на съемку, чтобы узнать, как правильно выбрать пушистую красавицу. В преддверии Нового года в городе заработали елочные базары. Торговые точки неизменны каждый год. Выбор огромный. Здесь, как в лесу, можно и заблудиться. Товар завезли, уверяют продавцы, хороший, как с иголочки. С покупкой лучше не затягивать. По опыту известно. Вначале разбирают всегда самые красивые елки. Цена начинается от тысячи рублей. Есть пихта, цена которой и колется – четыре тысячи. Это макушки с 20-метровых деревьев, самые пушистые. Она раскроется, там ствола видно не будет. Она будет просто шикарное, красивое дерево, которое можно было поставить куда-нибудь в организацию, в детский садик, чтобы радовались детишки. Признаки здорового дерева – ярко-зеленые иголки и достаточно прочный ствол. Если растереть свежие еловые иголки на ладони, то сразу почувствуется запах. А вот, чтобы пушистая красавица простояла до боя курантов и еще подольше, необходимо позаботиться о ее сохранности. В песок, ну, надо подливать воду, либо подставки, где есть емкость с водой, чтобы она дольше стояла. Надо следить за тем, чтобы вода там не пересыхала. Макушка пихты, она когда распустится, будет вся ровным конусом, не широкая, аккуратная, и веточки еще отойдут все. Она, ну, образно будет на ней ствола не видно. Вот, она будет густая. Но запаха от них меньше, нежели, как бы, если взять и рассмотреть молодую пихту, у которой более длинные иголки, но она будет более широкая. Все это пихта у нас, либо молодая пихта, либо макушка со взрослой пихты. У елки более редкие и тонкие иголки, плюс она колючая. И она быстрее осыпается, и запаха от нее меньше. Пихта и стоит дольше, ну, во всех отношениях, как бы, принято. Мы называем все новогодняя елка, на самом деле, все продаем пихту. Новогодние елки привозят из разных регионов, откуда именно продавцы держат в секрете. Не хотят лучшие места раскрывать конкурентам. Сегодня на елочном базаре горожан немного. Наплыва ждут к выходным. Живая елочка намного лучше, чем искусственная. Приятный запах, аромат стоит в доме. Я считаю, натуральная всегда лучше. Покупатели говорят, главное не то, какую елку дома украшать. Главное – новогоднее настроение, которое создают сами жители. Елочные базары в Берске будут работать до самого главного праздника – до 31 декабря.